Группа наша работает регулярно, два раза в неделю мы осуществляем выезды, 83 выезда, 214 предприятий и более 3,5 тысячи нарушений мы обследовали в этом году, выдали рекомендации предприятиям. К сожалению, не все предприятия у нас исправляют эти рекомендации, поэтому повторно выезжаем и уже там с наказаниями дальнейшим работаем с руководством этих предприятий. В целом бы хотелось бы отметить по городу, что у нас идет незначительное увеличение, несчастных случаев, поэтому как бы и активизируем работу мобильных групп, увеличиваем количество выездов, увеличиваем количество самих членов, которые участвуют в мобильных группах. Комиссия по охране труда мобильной группы горисполкома постоянно аудирует рабочие места Брестских тепловых сетей, обнаруживает и решает проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем работников. Сегодня у нас очередной день работы мобильной городской группы, предприятия энергетики, Брестские тепловые сети. Значит, основные вопросы, которые мы хотим сегодня обследовать, это промышленная безопасность, вопросы охраны труда, производственная гигиена, ну и другие вопросы, там электробезопасность и пожарная безопасность в том числе. На самом же предприятии существует целая система МИР, которая выявляет недостатки, замечания и над которой осуществляется жесткий контроль. Дни и недели техники безопасности, месячник нулевого травматизма, акции, которые регулярно проводятся на предприятии. И каждый раз в работе вводятся новые корректировки, акцентируется внимание на новых формах работы и более глубоко изучается тот или иной вопрос. И это не для галочки отчета, а для создания максимальной безопасности условий труда. У каждого есть свои обязанности. Наниматель, что он должен быть? Принял на работу, обучил, обеспечил спецодежды, исправленным инструментом, средствами защиты, проинструктировал, подготовил рабочее место, допустил. Работник, он отвечает за свою безопасность сам. И вот в последнее время, особенно, ну довольно часто все-таки еще приходят информационные сообщения о несчастных случаях, и всегда прошу и требую, чтобы все-таки, вот когда анализируете, почему этот несчастный случай произошел, сделайте ацент на том, последний шаг, который был сделан пострадавшим, и можно ли было его избежать. Ведь все кажется очень просто. Вот ты пришел на рабочее место, тебе надо разобрать оборудование, разболтить фланцевое присоединение. Ну, прежде чем ты возьмешь в руки ключ и начнешь крутить, подумай, а все ли сделано? А нету там агрессивной страды? Нету ли там давления? Показали ли тебе, доказали, что этот участок отключен, сдренирован? Электрик, прежде чем с отверткой лезть в распределительное устройство, у него мысль сразу же должна быть. Ага, а я видел, что это отключили, это за землей, и я безопасно могу браться за токоведущие части. То есть, как бы, смысл какой, что до каждого работника должно дойти. Все, да, работают, все свои обязанности выполняют, но ты, прежде чем сделать шаг, ты должен подумать, что за этим может последовать. Брестские тепловые сети ответственно подходят к вопросу заботы о людях, и главное доказательство тому – минимальные показатели травматизма на рабочих местах. Я вот уже 20 лет отработал главным инженером здесь, и сколько уже, 7 лет директором. За это все время у нас был один несчастный случай. И это было давно так, что, честно, вот не хочется говорить про хорошее, чтобы не сглазит, как говорится, потому что вся работа направлена на то, чтобы не допускать этого. Люди же должны, ну, прийти с радостью отработать, прийти в семью, принести деньги, жить и радоваться жизни. Не обошлось и без экскурсии, где директор теплосетей Казимир Медовский провел всех гостей по значимым объектам предприятия, продемонстрировав воочию, как проходит рабочий процесс. Турбина старая, которая здесь отработала практически 60 лет, это паровая турбина, которая крутит генераторы, вырабатывает электроэнергию, ну и, собственно, отдает тепло потребителям. Она в разрезе сделана, чтобы можно было, студенты приходят или молодые специалисты могли воочию видеть, а что же такое, что там внутри полиции, все к железу, вот это вот. И как музейный экспонат на учебное пособие для молодых специалистов. Посмотрите, 2 миллиарда киловатт или киловатт часов электроэнергию выработала за свою производственную жизнь. И как волюшки остается еще. Охрана труда – важный аспект в работе каждого предприятия. Но не стоит также забывать, что здоровье специалистов зависит и от них самих. Не стоит надеяться на случай. Нужно соблюдать технику безопасности. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.